Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 21 октября. Водоканал проводит ежедневный тщательный анализ. Вода, поступающая в столицу, чистая и абсолютно безопасная для потребления. Нарушение требований грозит административной ответственностью. За соблюдением правил следят сотрудники МВД Республики. Прощание с народной артисткой Южной и Северной Осетии. Людмилой Головановой состоится завтра. В 12 часов в здании Госдрамтеатра начнется гражданская панихида. После в 13.00 пройдет траурный митинг на Центральной площади, куда смогут прийти желающие проводить выдающуюся артистку в последний путь. Похоронят Людмилу Голованову в Национальном пантеоне. На 85-м году жизни не стала народной артистки Южной и Северной Осетии, лауреата премии Коста Хитогорова, заслуженной артистки Карачаева-Черкесии, поэтессы, общественного деятеля, члена движения Ада Муннахас и депутата парламента первого созыва Людмилы Головановой. Помимо этого она была человеком добрейшей души, наставником и другом. Северной Осетии Людмила Голованова известна не только как актриса, но и поэтесса. На ее стихе написано много песен. Они стали поистине народными и известны не только в Южной Осетии, но и за ее пределами. Людмила Голованова в сердцах людей останется как талантливая и величайшая актриса. Наиболее яркая роль, которая была ею исполнена, роль матери в спектакле «Ньяра Джекадек». Этот спектакль впервые поставил Владимир Каиров. Тогда Людмила Голованова сыграла главную роль, будучи еще совсем юной. Второй раз спектакль поставил режиссер Анатолий Азаревич. Тогда актрисе было 50. В третий раз она сыграла эту роль в 80-летнем возрасте в 2015 году. Тогда режиссером был Тамерлан Зуцев. Анатолий Азаревич. Ценители ее творчества могут завтра прийти в Госдрамтеатр имени Кустахи Тогорова и проводить ее в последний путь. Людмила Голованова За выдающийся вклад в развитие астинской культуры и многолетнюю трудовую деятельность она удостоена многих наград. Среди них Орден Кадынысан. Стелла Бязарова, Фатима Чочиева, Алим Батеев. Информационный выпуск. Сегодня. В связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возросло и число КТ-исследований. Количество людей за сутки доходит до сотни. Медики отмечают, что для проведения компьютерной томографии нужны определенные показания и направления от врача, так как в процедуре свойственна высокая лучевая нагрузка. Репортаж Огунды Губусовой. У данной пациентки есть, к сожалению, вирусное пневмония, но, к счастью, процент поражения небольшой. Небольшое затемнение. Вы можете посмотреть в левом легком, так называемое затемнение протекуматового стекла. Но процент поражения невысокий. С увеличением количества больных коронавирусом в республике спрос на компьютерную томографию возрос в разы только за сотки. Через томографию и рентген проходит около ста пациентов. Есть определенные показания для проведения КТ. Если у пациента температура тела выше 38 градусов и держится в течение 5-7 дней, у него нарастающий кашель, одышка, общее недомогание. Эта неделя у нас самая напряженная за весь год. В понедельник у нас был самый напряженный день. 65 исследований было по КТ, 45 исследований было по рентгену. То есть в сумме двух отделений посетили почти 110 человек. Эрен вот к середине недели немножко накал спал. Об он нам КТ около 50 и рентгенал тоже где-то 35 человек. Даже если у пациента положительный тест на коронавирус, это не показание для проведения компьютерной томографии. Надо понимать, что это исследование не является профилактическим, как, например, флюорография. Оно сопровождается высокой лучевой нагрузкой. Только врач может порекомендовать проведение КТ. Как подчеркнул Георгий Шавлохов, сравнительно с прошлым годом, в этом году работать с пациентами легче. Без направления нельзя делать. При незначительных, при первых же симптомах простуды бежать в КТ нет смысла. Он себе вред нанесет. И самое главное, первые несколько дней, если он сразу обратится, тогда повторно КТ придется делать, тоже лишнее облучение. То есть, если действительно, да, вот состояние человека тяжелое, а средняя степень тяжелая, да, надо идти в КТ. А если, ну, симптомы не очень значительные, то не стоит. Согласно статистике, вирус помолодел. Если до сих пор основная масса болеющих была преклонного возраста, то сейчас в основном болеют дети и молодежь. К счастью, подавляющее большинство детей и молодежи переносит вирус в легкой форме, без осложнений. Все возрастные категории присутствуют, тогда родственные, у детей легче бывает ситуация вирусной пневмонии. А сынах из-за редко, очень редко. Так, раньше, когда мы были вирусной пневмонии, то, чтобы перешло вирусную пневмонию, таких случаев не очень много. Еще есть особенность, мы обратили внимание, раньше, когда мы были вирусной пневмонии. Как правило, чаще болеют, когда мы были вирусной пневмонии. Что касается тяжелобольных, их в приемное отделение компьютерной томографии привозят на машинах скорой помощи. Больных, проходящих интенсивную терапию в инфекционной больнице, также сопровождают медработники. Агунда Губозова, Сармат Гузитаев, информационный выпуск. Сегодня. Сотрудники МВД Южной Осетии следят за выполнением решения правительства 18 октября. А именно, за соблюдением самоизоляции, ограничениями в работе объектов общественного питания, за исполнением запрета на проведение массовых и иных мероприятий. В ходе выявления нарушений требований будут применяться штрафные санкции. Подробности далее. Сотрудники МВД Южной Осетии следят за соблюдением правил самоизоляции. Такое решение было принято на оперативном совещании МВД, в ходе которого на сотрудников был возложен контроль за выполнение решений правительства от 18 октября. Именно тогда, в связи с распространением коронавируса, было решено закрыть образовательные учреждения и спортсекции, запретить свадьбы и другие мероприятия, ввести строгий масочный режим. В соответствии с заседанием оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19, сотрудниками отдела участковых и полномоченных милиции УВД города Сингал совместно с участковыми врачами будут обходиться обслуживаемыми административными участками с целью соблюдения гражданами режима самоизоляции. В отношении лиц, которые будут нарушать режим самоизоляции и карантина, будут приняты меры административной ответственности. Участковые, уполномоченные городских и районных управлений внутренних дел совместно с участковыми врачами на время карантина обходят административные участки с целью проверки лиц, находящихся на самоизоляции в домашних условиях. В отношении лиц, которые нарушат режим карантина, будут применены меры административного воздействия. Сотрудники милиции будут проводить профилактические беседы с населением о ограничении присутствия в местах массового скопления людей. Сотрудники отдела участковых уполномочений проводят работу по письменному предупреждению кафе и ресторанов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов о недопустимости функционирования. Сотрудники МВД также будут проводить профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения рекомендаций санитарного ведомства. При этом разъяснительную работу продолжат инспекторы по делам несовершеннолетних. В МВД напомнили, что в целях предосторожности действуют ограничения в работе объектов общественного питания, за исключением работы на вынос. Карантин касается и спорткомплекса в тренажерных залах, плавательных бассейнов. Сотрудники милиции будут письменно уведомлять владельцев таких заведений о недоступности нарушений требований оперативного штаба. Агунтагу Бозова, Регина Черткоева, Заурустаев, информационный выпуск. Сегодня. Сотрудники государственного унитарного предприятия «Дурэкспострои» приступили к благоустройству основной дороги, ведущей в село Уэлиц на Урского района. Эта дорога ведет к семи близлежащим селам. За короткое время дорожникам удалось провести отсыпку гравием и выполнить работы по выравниванию. На днях рабочие приступят к укладке асфальта. Сельчане отмечают, что в течение длительного времени из-за плохой дороги они испытывали сложности, особенно вне погоды. Эта дорога была заасфальтирована еще в советское время и постепенно пришла в негодность. Жители рады, что теперь благоустроенная дорога позволит беспрепятственно передвигаться автотранспорту. Негода. Вышли на улице. Сельчане о некачественной питьевой воде, поступающей в столицу, не соответствуют действительности. В Губводоканал нашего корреспондента заверили, что прежде чем вода поступает к потребителям, она проходит несколько этапов проверки. И только после тщательного ежедневного контроля жители Цхинвала получают чистую и безопасную воду. Подробности в репортажах Стеллы Бясровой. Губводоканал ежедневно проверяет качество поступающей в город воды. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника лаборатории водоканала. Ранее в соцсетях отдельные пользователи жаловались на качество питьевой воды. По словам Илоны Царитовой, ежедневно в лабораторию поступают пробы воды с разных районов города. Питьевая вода проходит несколько этапов проверки. Работы по анализу воды у нас проводятся в полном объеме, как и проводились. И ни дня у нас простой не было, ну естественно, кроме субботы и воскресенья. А так все анализы в полном объеме ведутся так же. То есть у нас есть пробокующие, которые каждый день приносят нам воду. С разных улиц у нас график есть. Специальные. Поэтому графику каждый день приносятся с разных улиц вода. И мы проводим исследование воды. То есть химический анализ воды и у нас еще бактериологический. В лаборатории два отдела – химический и бактериологический. Лаборанты показали нам, как проводится анализ качества питьевой воды, которой пользуются жители города. В химической лаборатории воду проверяют на остаточный хлор, цвет, мутность и микробиологию. То есть кишечную палочку. А также на другие параметры. Что касается хлорирования воды, то этот процесс также тщательно контролируется. В бактериологическом отделе в основном пробы воды проверяют на наличие кишечной палочки. Мы сейчас пропускаем воду через фильтры и потом эти фильтры посажаем в среды и в термостате при температуре 37 градусов. До второго дня мы делаем посев. Если на второй день там бывает что-нибудь, в смысле вырастает там металлический, там цвета металлического, там наросты бывают всякие, то значит кишечная палочка у нас присутствует. По словам Илоны Царитовой, на сегодняшний день вода, которая поступает в город и которую пьют жители, чистая и безопасная. Вода у нас сейчас чистая, у нас сейчас кишечные палочки не присутствуют в воде, так как хлорируют хорошо воду. Проверяем еще ПХ, раствор водный, это ПХ воды, водородный, показатель воды. Он у нас в пределах нормы, то есть в Сан-Пинам представлено от 6 до 9, у нас бывает 7, 1, 7, 2. То есть в зависимости от того, сколько примесей и в какую сторону бывает там. Если там больше 7, то это щелочность большая, то есть меньше 7, тогда это кислотность большая. То есть и в том и в другом случае, если бывает или большая щелочность, или большая кислотность воды, то это тоже вредно для здоровья. Вода в едийском водопроводе дезинфицируется хлоркой. Дозы даются очень маленькие, чтобы не навредить организму человека. Вода в воде, в воде, в воде, в воде. Дrica стоит продолжать. Вода в воде, в воде, в воде, туда – в воде. Субтитры делал DimaTorzok После прохождения всех фильтров вода поступает в специальные резервуары. Далее она попадает в систему водопровода. Артисты театра имени Кустахи Тагурова покажут несколько спектаклей «Вярославля», «Липецкий» и «Воронежа». Гастрольный тур запланирован в рамках культурной программы. В эту пятницу гостем прямого эфира на нашем телеканале станет мэр. Города Квайса Геннадий Базаев. Задать интересующие вопросы можно по номеру 809-3018. Не пропустите в 21.00 после информационного выпуска «Абон». Далее узнаем прогноз погоды на завтра. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова